Здравствуйте, уважаемые телезрители! Продолжаем знакомить жителей города и района с работой наших детско-юношеских спортивных школ, которые открыли свой учебный год. Сегодня черед детско-юношеской спортивной школы «Олимп», которая расположена в одноименном прекрасном спортивном комплексе, слово директору спортивной школы «Олимп» Брагину Виктору Васильевичу. Спортивная школа «Олимп» образована в апреле 2007 года. Занятия проходят в спортивном комплексе «Олимп», который был возведен в 2009 году. В светлых просторных залах занимаются более 700 учащихся на пяти видах спорта, такие как баскетбол, гонбол, бамбинтон, спортивные танцы и волетбол девушки. Хотелось бы немножко рассказать о достижениях в каждом виде спорта. На отделении бамбинтон работают тренеры Филь Николай Семенович, Ельцов Николай Иванович, Пшеничный Галех Александрович, Эвакян Александр. В этом году занимаются более 100 детей. Досижения прекрасные. Участвовали в более 20 видах соревнований разного уровня. И начиная с краевых, это весенний цикл, участвовали в трех первенствах Краснодарского края, где более 15 учащихся были нарождены медалями, стали призерами края. А Симонова Наташа стала чемпионкой края в смешанном разряде. Вторым видом у нас считается гонбол. На нем работают тренеры. Заслуженный тренер России Кожарин Борис Александрович и Шраган Михайлович Иогинский Сергей Юрьевич. Весной проходил открытый турнир на первенство Краснодарского края по гонболу среди девушек 2002 года и моложе. Сборная команда Лобинского района, составленная из воспитанниц спортивной школы Олимп, выступили достойно и заняли третье место. Тренер Борис Александрович Кожарин. Хотелось бы отметить и наших первых ласточек, которые являются воспитанницей Лобинского отделения гонбола. У нас идет тесная связь между училищем Олимпийского резерва Кожарского края, где на данный момент занимаются наши девчонки. И хотелось бы поделиться хорошими новостью. В августе месяце проходило первенство России по пляжному гонболу в городе Старополе, где наши четыре участницы, воспитанницы Лобинского гонбола, были в составе сборной Краснодарского края и заняли пятое место. Тем самым они выполнили норматив кандидатов в мастеров спорта по пляжному гонболу. Я думаю, это наш успех и не последний. На отделении баскетбола работают тренеры Чемерис Анатолий Николаевич, Кириленко Григорий Владимирович, Рыбалкина Елена Владимировна, Фирсов Сергей Владимирович, Кешишев Петр Тарасович и Конов Альберт Аскорбиевич. Наши девчонки 98-90 годов рождения в краевом турнире по баскетболу в городе Услабинске весной заняли первое место. А на первенстве края, это дюбл баскетбольной лиги среди девушек 99-го года рождения и моложе, в период 2013-2014 годов попали в финал. И в финале уступили только Ейскому району, стали вице-чемпионами турнира. И хотелось бы отметить, что награждение победителям вручал и рок сборной России Цаврасенко Алексей, и тренер России Пашутин. Неплохие задаты и у малышей, где воспитанники занимали неоднократно призовые места в краевых турнирах. А на кубке губернатора Казахстанского края воспитанники Фирсова Сергея Владимировича и Конова Альберта Скорби заняли второе место 2002-го года рождения. А буквально недавно воспитанницы Рыбалкиной Елены Владимировны на всероссийском турнире, проходящем в городе Гостандаре, заняли первое место девушками. Неплохие результаты показывает и такой прекрасный вид спорта, как спортивные танцы. Это всегда изюминка, красота, грация. И мы привлекаем иногда их и на участие в открытии всевозможных турниров. И в этом году мы открыли новый вид спорта. Это волетбол девушки. И хотелось бы всех желающих заниматься данными видами спорта пригласить в спортивный комплекс «Олимп» для занятий. Занятие проходит в удобное для вас время, свободное от занятий. Ждем вас. Да, прекрасный тренерский состав. Вообще очень много в работе спортивной школы зависит от квалификации, преданности делу тренеров-преподавателей, работающих с детьми. И вот впервые на ваших телеэкранах тренер по баскетболу, которая работает с девочками, Рыбалкина Елена. 8 августа в преддвериях Дня физкультурника в городе Краснодаре состоялись краевые массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Принимали участие наши дети со спортивного комплекса. В состав входила Самыська Ангелина, Крылова Дарья, Захарова Ирина и Сатьян Снаира. Принимало участие 16 команд в упорной борьбе. Девочки одержали первое место, обыграв своих давних соперников из города Ейска и город Горячий Ключ. 12 девочек попали в сборную Краснодарского края. Из них Крылова Дарья была приглашена на международный фестиваль в город Стамбул, это Турция. Она показала себя с хорошей стороны и была признана лучшим игроком этого турнира. Мне посчастливилось и меня пригласили на международный фестиваль в город Стамбул. Там было больше 20 стран со всего мира. С нами проводили тренировки лучшие тренера мира. По итогам тренировок меня признали лучшей баскетболисткой турнира. Это очень приятно и я благодарна своему тренеру Рыбалкиной Елене Владимировне. Прежде чем попрощаться, хочу сделать небольшое объявление. Воскресенье 7 сентября в 17.00 на стадионе Труд очередная встреча на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу. В гости к нашей команде ЛАБА приезжает команда смена из Новокубанского района. Повторяю, воскресенье 7 сентября в 17.00. Приходите, поддержим нашу команду. Ну и на этом у меня все. Вы смотрели очередной выпуск уже недельного спортивного обозрения «Тайм-аут», который представляет вам Управление физической культуры и спорта Лабинской районной администрации и администрации Лабинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовов. Всего вам доброго, до свидания и не забывайте заниматься спортом.